Приветствую вас! Если мужчина не хочет работать, если мужчина уже не первый раз сидит без работы, то дело не в том, что вы его не мотивируете, хотя об этом я, наверное, тоже немножко скажу. Дело здесь на самом деле немножко в другом, а именно в том, что мужчине просто неинтересно, нет стимула работать. И дело не в вас, потому что работать ради кого-то, это, знаете, тоже весьма и весьма сомнительно. Удовольствие работать ради кого-то, работать нужно для себя и только для себя, и только работать для себя. Можно получать наибольшее количество удовольствия от того, что ты делаешь и от того, как ты делаешь. Вот. То есть проблемы мотивации, работы лучше, наверное, оставить вашему мужу в той части, в какой это касается непосредственно его профессионального, так сказать, движения и профессионального развития. А вот к вам, то, что касается вас, это его принятие, принятие его такого вот периодически неработающего, принятие и, вероятно, закрытие глаз на то, по какой причине он увольняется, ведь увольнение, наверное, происходит, раз он теряет работу. Вот. Вот. И ссоры, которые между вами происходят, а именно вскрытие, вскрытие причин этих ссор, а также перекладывание ответственности себя на него. Вы говорите, что мы собираемся вместе жить, меня это волнует. Знаете, какая история? Ну, вряд ли вы воспринимаете своего мужа как дурака. Кстати, а как так получилось, что он стал вашим мужем, а вы вместе не живете, и ребенок у вас, а вместе вы не живете? То есть тут какая-то вообще непонятная история получается. Это же какого вы о себе мнения, что позволили себе выйти замуж за мужчину, который с вами вместе после брака не живет, а только собирается. Может быть, все дело именно в этом, что вы не цените себя должным образом. Мужчина не видит, что вы себя цените, не чувствует вас, женщину, и по этой причине его не мотивирует, и по этой причине не замотивирует. Достаточно, чтобы работать с этой стороны. То есть тут нужно работать с вашей самоцерковью, с вашей позицией, и с вашим, наверное, жизненным путем. Вот. То есть, если вы видите, что мужчина не работает, а значит, с перспективой жить вместе нет, то, соответственно, он действительно не хочет вместе с вами жить. Или хочет, но хочет, чтобы это произошло по чьючему велению, по моему хотению, как говорится. Так в жизни, к сожалению, не бывает. И, исходя из этого, можно предположить, что у вашего мужа желание жить вместе гораздо меньше, чем у вас. И непонятно, да, почему это вас волнует. То есть, получается, что вы хотите с ним жить больше, чем он этого хочет. И здесь, опять же, нужно брать ответственность на себя за то, что происходит. А именно, если вы видите и чувствуете, что мужчина не хочет ничего делать для того, чтобы жить с вами вместе, это значит, что жить с вами вместе он не хочет. То есть, что вам нужно исходить из этого. Вы же пытаетесь его, как бы, принудить, как бы, подвести к тому, чтобы он с вами вместе жил. Кроме того, вы говорите, что мы собираемся вместе жить. Кто мы и кто что для этого делает. То есть, насколько у вас разграничены действия по совместному проживанию. То есть, грубо говоря, что делаете вы для того, чтобы быть вместе с ним. А что делает он для того, чтобы быть вместе с вами. Вот, я полагаю, что эти моменты тоже необходимо проанализировать. Отчасти вы правы в том, что вы его не мотивируете. Но вы его не мотивируете только потому, что он не боится вас потерять. А вот по какой причине он не боится вас потерять. Это можно и нужно уже исследовать. Скорее всего, дело здесь в том, что вы себя недостаточно оцениваете. И вы не являетесь достаточно равноправным для него партнером. Так, муж сидит почти месяц без работы. По какой причине? Говорили, что будет искать работу после новогодних праведников. Но он не ищет. Опять же, по какой причине? И такое не в первый раз. А когда был первый раз. Произошло тогда, в тот первый раз. Как вы к этому отнеслись, какие его решения приняли в тот первый раз. Он может два-три месяца сидеть, пока не надоест. То есть, у него нет особой мотивации работать. А на что вы живете? Вопрос возникает. Мы иногда ругаемся, а происходит ссора. Во-первых, из-за чего ссора? Какие причины ссора? Во-вторых, какая именно ваша ответственность в этих самых ссорах? Ссорах. То есть, нужно понимать, что ссоритесь вы оба. И вы тоже аноним. И вы за свою часть ссоры не взяете ответственность. Если вы не хотите ссор, то именно вам не нужно ссориться. Если бы, если один человек не ссорился, то ссоры не происходят. Дальше. После новогодних праздников один раз поругались, из-за чего? Спустя два дня помирились. Сейчас нормально. А к чему это вообще выбежется? Ну хорошо, вы помирились. А решения какие-то были приняты? По итогу примирения. Далее. Сейчас все нормально. Что именно нормально? Что вы подразумеваете под этим? Но мне не нравится, что он дома сидит. Чем? Можна проблема во мне, я его не мотивирую. Об этом я уже сказал. Да, он всегда говорил, чтобы я в дела его работы не лезла к нему. Это правильно. Это правильно. Но вы не должны к нему лезть с работы, но вы можете заявлять о том, что вам нужно. Вы можете заявлять о том, что вы хотите. Вы можете заявлять о том, что нужно вам и ребенку. Так, волнуйтесь, потому что мы собираемся вместе жить. Об этом я уже говорил, что у вас везде мы. Нет четкого разграничения я и он. То есть нет идентификации личности, что и порождает такую вот путаницу с ответственностью. То есть за что отвечает он, за что отвечаете вы. Вот. У нас есть ребенок и что? Есть ребенок и... То есть хочется спросить, какое отношение к ребенку у вас и какое отношение к ребенку у вашего мужа. Цели я смотрю, у него нет, чтобы жить вместе. А как вы тогда замуж за него выходили, если вы даже вместе не живете? Не знает, чего сам хочет. Правильно, не знает, потому что... А зачем ему знать? И самое интересное, что вы такого мужчину приняли, вы сделали его своим мужем. Чем обусловлен был ваш выбор, аноним? Мы об этом, и нужно подумать. Кстати, вы не задали вопрос. То есть вы не сформировали запрос, чего вы хотите. Вы хотите мужа поменять? Это одно. Вы хотите сами контролировать ситуацию? Это другое. Что вы хотите? Какой у вас запрос к психологу? Что вы хотите от психолога получить в данном случае? Подумайте об этом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если все сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.